Миллиарды лет Солнце щедро делится своим светом Землей. Оно способно как создавать жизнь, так и нести смерть. Его лучи могут согревать одних, одновременно иссушая других. Однако, несмотря на близость к Земле и тысячи лет ежедневных наблюдений, наше светило во многом остается непознанным. Оно продолжает хранить множество секретов, а его исследование является сложной и трудоемкой задачей. Так насколько хорошо мы на самом деле знаем ближайшую к нам звезду? Давайте попробуем разобраться. Космо. Первый космический. Как Солнце несет всему живому свет и тепло, так и книги несут людям мудрость. Однако времена меняются, а вместе с ними и книги. Теперь наполнять голову новыми мыслями стало проще вместе с сервисом Storytel. Достаточно установить приложение и выбрать удобный тарифный план, чтобы получить доступ к более чем 170 тысячам аудиокниг и подкастов. Классика и бестселлеры, нонфикшн и художественная литература — все это доступно в любой момент времени. А возможность офлайн-доступа к выбранным книгам позволяет слушать любимые произведения в любом месте. Например, можно расширить свой кругозор с помощью научно-популярной книги «Уравнение Бога» в поисках теории всего, которая повествует о попытках найти объяснение рождения Вселенной и ее будущего. И это лишь одна из сотен тысяч интереснейших книг, доступных в приложении. Познай тайны Вселенной вместе со Storytel. 21 ноября 2021 года автоматический зонд «Паркер» подобрался к Солнцу на рекордно малое расстояние — всего лишь 8,5 миллионов километров. Это означает, что он стал первым космическим аппаратом, который смог коснуться «Солнечной короны» — экстремально раскаленной внешней оболочки нашей звезды. Для чего же потребовалось столь сильно приближаться к Солнцу, преодолевая множество технических трудностей? Что именно ищет Паркер под самым боком у испепеляющего все вокруг раскаленного светила? Чтобы понять это, сперва необходимо вспомнить, что нам уже известно о ближайшей звезде. В первую очередь, Солнце — это звезда главной последовательности возрастом около 4,6 миллиарда лет. В настоящее время оно относится к спектральному классу G2V, что позволяет считать объект типичным желтым карликом. Температура поверхности Солнца составляет примерно 5780 К, что соответствует приблизительно 5510 градусам Цельсия. Однако на ней встречаются как более горячие, так и более холодные участки. При этом внутренние слои светила и его внешние короны раскалены до миллионов градусов. Однако их вклад в видимую часть излучения почти не заметен. Средний диаметр Солнца равен примерно 1,4 миллиона километров и превышает размер нашей планеты в 109 раз. При этом масса звезды достигает 2 умноженное на 10 в 30 степени килограммов или 333 тысячи земных, что соответствует 99,9% массы всей Солнечной системы. Мы привыкли считать Солнце небольшой звездой, но на самом деле оно крупнее и ярче, чем 80% всех известных светил нашей галактики. 92% объема Солнца составляет водород. В одном из прошлых выпусков, посвященном эволюции звезд, мы выяснили, что именно этот газ, раскаленный до невероятных температур, является основным топливом для термоядерной реакции, поддерживающей горение абсолютного большинства светил. Сливаясь друг с другом, ядра водорода выделяют огромное количество энергии и трансформируются в гелий, постепенно накапливающийся в центре звезды. В настоящий момент он составляет около 7% объема Солнца или 25% его общей массы. Кроме гелия, звездное вещество содержит другие элементы, например, углерод, кислород, азот и железо. Однако их относительное количество незначительно. Солнце имеет сложную структуру и состоит из нескольких слоев, различных по своим свойствам. Центральную часть светила занимает массивное ядро, диаметр которого, согласно расчетам, достигает 25% от общего размера звезды. Температура ядра составляет порядка 14 миллионов кельвинов, а один кубический метр его вещества весит около 150 тонн. Именно здесь происходят термоядерные реакции, являющиеся источником энергии для сияния нашего светила. В результате этих процессов примерно 4,26 миллиона тонн звездного вещества превращается в излучение каждую секунду. Ядро окружает так называемая зона лучистого переноса, простирающейся до границы в 0,7 солнечного радиуса. Плотность вещества в данной области слишком велика, чтобы оно могло свободно перемешиваться, перенося тепло к верхним слоям небесного тела. Поэтому передача энергии в этой зоне происходит благодаря тому, что частицы звездной плазмы постоянно поглощают и переизлучают фотоны. Математическое моделирование показывает, что температура данной части звезды изменяется от 7 миллионов кельвинов в глубине до 2 миллионов кельвинов на внешней границе. Согласно расчетам, квант света, порожденный ядром, может провести в зоне лучистого переноса от 10 до 170 тысяч лет, и лишь после этого попасть в следующий слой светила. Он называется конвективной зоной и составляет самую внешнюю сравнительно плотную оболочку Солнца. Звездное вещество здесь более разреженное и подвижное. Поэтому в зоне конвекции постоянно возникают огромные вихри, переносящие горячую плазму из более глубоких областей данного слоя наверх, а слегка остывшие внешние массы вниз. Подобные ячейки конвекции остаются стабильными в течение 10-15 минут, после чего разрушаются, чтобы тут же образовать новые вихри. Это постоянное движение вещества образует магнитное поле, пронизывающее всю внутреннюю часть Солнечной системы. Кроме того, Солнце окружает атмосфера, состоящая из нескольких слоев со сложной структурой, самой нижней из которых называется фотосферой. Данная область излучает большую часть видимого света звезды, поэтому, когда мы смотрим на Солнце, то видим именно ее. Толщина фотосферы составляет от 100 до 400 километров, а температура колеблется от 6600 до 4400 кельвинов или от 6330 до 4130 градусов Цельсия. Выше лежит гораздо более разреженная область толщиной около 2000 километров, называемая хромосферой. Ее можно наблюдать с Земли во время полного солнечного затмения, либо с помощью специальных приборов. Это очень горячая зона, температура которой колеблется от 4 до 20 тысяч кельвинов. При этом ее внешняя граница постоянно покрыта спикулами, протяженными всплесками горячего газа высотой от 5 до 10 тысяч километров. Последняя область солнечной атмосферы называется короной. Она состоит из гигантских протуберанцев, вспышек и выбросов, размеры которых могут достигать миллиона километров. Вещество, образующее корону, крайне разреженное и невероятно горячее. Его средняя температура составляет порядка 1-2 миллионов кельвинов, а пиковое может достигать 20 миллионов кельвинов. Именно эту зону периодически пересекает зонд Паркера, с каждым разом все глубже погружаясь в огненную бездну. Если рассчитать поток энергии, излучаемый фотосферой, то окажется, что его недостаточно, чтобы раскалить хромосферу и корону до столь высоких температур. Это значит, что на Солнце происходят некие не до конца исследованные физические явления, которые приводят к дополнительному нагреву верхних областей. Существует несколько научных гипотез, которые пытаются объяснить данный температурный парадокс. Согласно одной из них, хромосфера и корона получают дополнительную энергию, рассеивая ударные магнитные волны. Другое предположение основано на эффекте разгона заряженных частиц в сверхмощном магнитном поле звезды. Для того, чтобы внести ясность в этом вопросе и исследовать загадочные явления, наблюдаемые в верхних слоях атмосферы светила, и был создан исследовательский зонд Паркера. Данная автоматическая исследовательская станция является частью проекта НАСА под названием «Паркер Солар Проуб», запущенного в 2009 году. Спустя долгих 9 лет, 12 августа 2018 года, Паркер навсегда покинул нашу планету и отправился к Солнцу, чтобы исполнить свое предназначение. Однако перед этим ему пришлось совершить ряд маневров, чтобы выйти на запланированную орбиту. Используя гравитацию Венеры, Паркер постепенно менял траекторию движения шаг за шагом, приближаясь к пылающему огненному шару в центре нашей системы. Он был готов к испепеляющему жару звезды. В конструкции зонда предусмотрен теплоотражающий щит, а вся аппаратура была изготовлена с учетом экстремальных условий эксплуатации. К тому же, расчетная орбита Паркера построена таким образом, что он находится в непосредственной близости от Солнца сравнительно недолго, после чего отдаляется, получая возможность отдать накопленное тепло в космическое пространство. Главной задачей аппарата является определение структуры и динамики магнитных полей в непосредственной близости от Солнца. Кроме того, Паркер должен измерить поток энергии, исходящий от светила, захватить части звездного ветра, а также зарегистрировать волновые процессы в солнечной короне. Побочным результатом миссии стали снимки Венеры и кометы Си-2020-Ф3 получены еще на стадии приближения к нашему светилу. Для успешного достижения поставленных целей зонд был оборудован широким спектром измерительных приборов – фотокамерами, уловителями частиц и измерителями магнитного поля, а также детекторами радиации и радиоволн. Выполнению задачи препятствует множество факторов. Кроме критически высокой температуры, работе измерительной техники мешает сильнейший поток ионизирующего излучения. Кроме того, Солнце создает вокруг себя мощнейший шум в радиодиапазоне, а значит передача собранных зондом сведений на Землю тоже сталкивается с трудностями. Тем не менее, Паркер продолжает свой полет с каждым витком орбиты, упорно сокращая расстояние до звезды. В конце февраля 2022 года он должен будет в очередной раз пройти через Солнечную корону, чтобы собрать новую порцию данных. А к 2024 году дистанция между аппаратом и поверхностью нашего светила сократится до рекордных 6,5 миллионов километров. Расчеты показывают, что в перигеле энергоотражающий экран зонда может нагреться до 1370 градусов Цельсия, что примерно в три раза горячее солнечной стороны Меркурия и лишь немного меньше температуры плавления железа. В ближайшей к светилу точке орбиты скорость зонда уже сейчас достигает 163 километров в секунду, а со временем возрастет до 200 километров в секунду, что делает его самым быстрым космическим объектом, созданным руками человека. К сожалению, срок жизни аппарата не будет слишком продолжительным. Достигнув минимальной дистанции с Солнцем Паркер сделает несколько витков вокруг него, что займет около года. Все это время он будет постепенно терять скорость, а приборы на борту подвергаться воздействию экстремальной температуры и мощнейшей радиации. В конце концов, они выйдут из строя. А сам зонд опустится в раскаленные глубины Солнца, где будет уничтожен бездонным океаном пылающей плазмы без остатка. Но до того, как это случится, Паркер передаст на Землю множество ценнейших данных, тем самым позволив нам сделать еще один шаг в освоении космоса. А значит, его полет был не напрасен. Продолжение следует... Продолжение следует...